Всем привет! Блендер 2.83 и вот такой Владимир Ильич. Так, сразу скажу, что лепил я только вот эти вот штаны и вот этот вот, как персонаж, руки. Это вставленные именно кисти готовые. И потом голову, как я делал, я ее скачал в фаз профиль и закинул в фейсген. В фейсгене мне вот такого персонажа выдала программа. Так, обувь тоже я не делал, я скачал ее как Майк Хаммер полностью. У меня есть заготовки, вот эти обуви, я их подставил, а потом при Дайномеше все это дело слилось. Так, ну и все. В принципе ничего такого. Это не полностью модель. Ну и давайте протестим вот Т-поза Ленина, как она будет выглядеть именно с костями. Так, единица на нампаде, вот она косточка, я уже ее вставил в Эд. Так, арматура, вот эту добавил. Хотел не снимать ролик, но интересно, как он в позу встанет, какие у нее недочеты. Ну и так, прикольно вроде будет. Так, Эс, делаем побольше косточку и поднимаем с помощью МОВ. Ее не видно. Добавляем видимость Warframe, Viaport Display in Front, пардон. И поднимаем еще выше, вот сюда вот, до таза. Так, теперь выбираем косточку и заходим в Edit Mode. Выбираем кость, единица на нампаде, если у вас сбилась именно вот эта вот, как сказать, поза. Так, теперь Е английскую тянем вот сюда. Так, это значит выше ее тянем вот сюда как-то. Эту косточку в G тоже подтягиваем, пусть будет две кости. Теперь Е на шею уходим и Е уходим на голову, вот так. Тройка, вид сбоку, поправляем кости МГ, уводим вот так. Выбираем G сюда. Шею G еще выше подтягиваем. Смотрим, что тут да как. Так, единица на нампаде. Шею G. G немножко пониже тогда. Так, тут у него грудная клетка, тут таз. Ну и погнали все по прошлым роликам. Вытягиваем теперь ключицу Е вот сюда. По-моему еще пониже надо будет делать. Сейчас подкорректирую. Делаем Alt-P. Clear Parent отсоединяем ее. И от нее давайте уже вести руки. Е вот сюда косточку и Е вот сюда. Тройка на нампаде, семерка на нампаде. Смотрим, где что косяки. Вот он косяк. Это все сюда. Это все поближе к локтю. Так. Семерка на нампаде. Давайте еще Е вытянем косточку вот сюда. Пальцы я делать не буду, потому что у статуи именно так. У статуи пальцы они вот так вот сросшиеся. Тоже кстати вот эту кисть я дорабатывал в скульптуре с Альфа 6. Что сделаем? Семерка на нампаде. Доведем косточку одну вот сюда. Так. Подведем ее к G дальше вот этой рубашке. И здесь вытянем Е. Так. Ctrl-Z. Выберем вот эту косточку верхнюю и Е. Вытянем ее вот сюда на пальцы. Ну в принципе пальцы должны сгибаться. Так. Можно будет еще потом пару костей добавить. Но сейчас все протестим. И чтобы пальцы сгибались нормально, давайте все это делаем. Сабдивизиями добавим три кости. Вот здесь вот выберем. Пусть так три кости и будет. Так. Что-то в таком духе. Так. Единица на нампаде. Shift колесико подводим. Все это вот так вот выбираем. И G подставляем выше. И вот эту часть тоже выше. Так. Вроде должны будут сгибаться. Так. Так. Семерка на нампаде. Сейчас попробуем. Так. Ну вот этот палец по-любому нужно будет вытягивать. Вот так и вот так. G опускаем его именно вот сюда. До пальца подгоняем. И делим тоже на сабдивизии, чтобы он потом кепку держал. Но здесь будет у нас две кости. Так. G поправляем. И вот эту косточку G чуть-чуть вот как бы сюда выводим. Так. Вот упрощенно сделано. Так. Единица на нампаде. Вытаскиваем косточку E. Вот сюда. И отсоединяем ее. Alt P. Clear Parent. И соединяем ее вот с этими костями. Вот эта и вот эта кость. Последнюю через Shift выбираем ее. Вот эту косточку большую. И делаем Ctrl P. Keep Offset. Делаем им связь. Так. Теперь вот эту косточку. Так. Единица на нампаде. Давайте. G. Ее немножко вот так вот отведем. Подальше. И через Shift. Вот с этой костью грудной соединим. Ctrl P. Keep Offset. Так. Вроде все нормально. Теперь нам нужны ноги. Единица на нампаде. E. Вытаскиваем косточку. Отсоединяем ее. Alt P. Clear Parent. G. Подставляем, чтобы вот до колена была. Тройка на нампаде. G. Вот сюда. А вот эту косточку. Немножко G. Как бы так. И позвоночник. G. Немножко подсагнуть. Так. Вот эту кость G до колена ведем. Под углом. Shift колесико. И теперь давайте. И теперь давайте. Так. Наверное еще G выше поднять. Здесь у меня колено. E. Опускаем ее до низа. Вот сюда. И одну косточку E. Вот сюда. Ну сразу сделаю, чтобы можно было и анимацию делать. Добавлю две кости вот здесь. Чтобы обувь сгибалась. Так. Здесь E. Вытаскиваем вот эту косточку. За которую будем ногой двигать. И Alt P. Clear Parent. Отсоединяем ее. Соединяем ее. Теперь выбираем вот эту косточку. И через Shift вот эту. И делаем Ctrl P. Keep Offset связь. Так. Единица на нампаде. Shift. Зажатое колесико. Подтаскиваем. Здесь. А. Так. Вытаскиваем еще. Давайте. Одну кость. Чтоб боку-то это не ломало. Отсоединяем ее. Alt P. Clear Parent. И соединяем через Shift. Левый клик. Вот эту вот косточку. Ctrl P. Keep Offset. Чтобы вот этот бокс сильно не уходил при движении ноги. Так. Теперь вот эту косточку выбираем сначала. И вот эту тазовую. Делаем Ctrl P. Keep Offset. Тоже объединяем. Так. И какой косяк еще может тут вылезти? Да. Так. Вот этот косяк может вылезти. Давайте добавим еще одну косточку. Выбираем вот эту кость. Е. Вытаскиваем ее. И Alt P. Clear Parent. Отсоединяем. Теперь G. Уводим ее вот сюда. И делаем R перекрутку. G. Поставляем ее вот сюда вот к кителю. Вот таким вот образом. Вроде он в ней. Да. И соединим. Так. Здесь. Давайте чуть-чуть ее G. Вот сюда поближе. И соединим ее вот с этой косточкой. Ctrl P. Keep Offset. Ну что-то вроде такого получается. Так. Ноги. Поправляем ноги. У меня ноги вот неровно стоят. Значит нужно их развернуть. Это семерка. Так. Не семерка. Ну вот тут так поставим ее. Выберем вот эту кость. G. Ее сюда. И R. Перекрутим. G. Подведем к обуви. Эту косточку. Так. Не эту косточку. Вот эту. G. И вот эту. Тоже G. И эту тоже подкорректируем. Так. Вот эту кость поставим G назад. К этой косточке. Вот к этой. А вот эту косточку. Нужно R. Развернуть. И подтянуть. Так. Это вот пятку нужно. G. Подровнять. Эту нужно G тоже выровнять. И вот эту косточку ставим G на место. Так. Ну что-то такое получилось. Так. Это все нормально. Тут кости стоят. Единицы на нампаде. Ну пробуем копировать их теперь. Выделяем вот эти косточки. Не забываем. Вот задняя не выбрана. Верхняя не выбрана. И вот эти. Чтобы все выбрались. Так. Есть такое дело. Единица на нампаде. Делаем Shift D. Щелчок. И правой кнопкой мыши выбираем Mirror X Global. Теперь включаем MOV и пробуем ее вот сюда вставить. Смотрим со всех сторон, чтобы тут все подошло. Так. Это я многовато поставил. Ну вот что-то в таком духе. Вроде все состыковалось. Давайте еще добавим вот сюда косточки. Так. Е. Вытаскиваем кость вот сюда. Отсоединяем ее тоже. Alt P. Clear Parent. Смотрим где она стоит. Давайте ее G вот сюда. И вот так как бы ее поставим. И R развернем. Вот таким вот образом. Немножко ЕС и G. Вот. Поставим вот сюда. Чтобы грудь вдруг будет вот этот плащ ломаться. Она будет ее держать. Так. Единица на нампаде. Через Shift опять же вот эту косточку выбираем. И делаем Ctrl P. Keep Offset. Ее теперь дублируем. Делаем Shift D в щелчок. И делаем мир по X. И уводим вот сюда. Так. Ну вроде смотрим что да как. Заходим в Object Mode. Сейчас я этот файл сохраню. Вдруг его переделывать придется. Save As Desktop. Стоп. Ленин. Выбираем теперь тело. Выбираем косточки. И делаем Ctrl P. With Automatic Widget. Так. Смотрим. Теперь выбираем кости. Только кости. И заходим в Post Mode. Настраиваем теперь кости. Выбираем вот эту косточку. И вот эту. Через Shift. Теперь Ctrl Shift C. Выбираем Inverse Kinematic. Или выбираем Inverse Kinematic. Вот Constraint. Трансформация. Слежение. Так. Вот он. Constraint. Вот он. Inverse Kinematic. На кости. Вот эта штука. Теперь выбираем вот эту. Вот эту. И Ctrl Shift C. Inverse Kinematic. Также поступим с ногами. Это кость. Вот эта кость. Ctrl Shift C. Inverse Kinematic. И вот эта кость. Вот эта кость. Ctrl Shift C. Inverse Kinematic. Так. Все это дело сделано. Теперь Inverse Kinematic. Давайте каждой поставим влияние на две кости. Вот этой тоже две кости. Смотрим. Что тут у нас. Тоже две кости добавим. Так. Смотрим. G. Ленин прям классно себя ведет. Ctrl Z. И давайте его полностью поднастроим. Уже. Чтобы был классный. Добавляем Add Bond Constraint Location. Так. Теперь надо подпися поставить. Чтобы видеть название костей. Это пятая. Это шестая. Так. И ставим. Локация. Арматура. А здесь поставим шестую кость. Вот эта пятая кость. будет копировать движение шестой кости. Так. Теперь настраиваем вот этот Inverse Kinematic. Добавляем копий трансформация. Вот она теперь внизу здесь будет. Сделаем арматуру. И ставим уже 14-ю кость. Это сильное влияние. Делаем Local Space. И делаем Local Space. И немножко уменьшаем. Вот так вот. Влияние на эту кость. И влияние у этой кости тоже чуть-чуть уменьшаем. Смотрим. G. Да вообще бомба. Ctrl Z. Ну и эти косточки точно так же. Это уже я сейчас в глухонему их настрою. Я сейчас в... Да. Порюс КЙН 계. Спасибо. 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 Продолжение следует... 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 теперь ноги 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 чуть-чуть как бы так и как бы наверное вот на эту ногу в бок он уходит и g вот таким вот образом здесь чуть-чуть кисть подтянем смотрим все что получилось ну ничего так и получилось то так что тут еще давайте попробуем пальцы подсогнуть это если он тут кепку будет брать то так у него сгибаются пальцы здесь у него будет кепка так что еще тут можно сделать так вот эту ключицу r как бы приподнять и вот эту тоже вот таким вот образом итак когда вот персонаж встал в позу как с ним можно будет дальше да тут есть какие-то детали что там где-то подсогнулась где-то что-то заходим так что у нас тут есть выбираем object mode выбираем кости находим настройку вот это кости так где она будет так персонажа попробуем так вот он и применим кости вот apple теперь вот эти кости делить можно удалить все их не будет но персонаж уже стоит в позе и теперь что заходим скульптинг так выбираем персонажа заходим скульпт мод выбираем тянучку вот эту и здесь уже можно так симметрию отключить не понадобится так раз как бы вот так вот так здесь вот руку чуть-чуть подкорректировать вот этот плащ здесь вот сюда вывести эту чуть-чуть под надуть так control z здесь вот приподнять и тут повыше так теперь кисточку побольше радиус поставим и чуть-чуть как бы вот так вот здесь вот к ноге выдавим так вот эту руку тоже сюда радиус поменьше локоть выведем сюда здесь вот эту часть подомнем вот эту это что-то можно приподнять где-то долепить так как то ну и вот этот челюсть тоже можно настроить было именно увыть выжить пейнту ты ведь пейнт веса ну можно просто его тут уже как вам надо корректировать так вот эту руку чуть-чуть подгибаем здесь чуть-чуть часть приподнимаем где-то что-то доводим так вот эта рука мне кажется маленькая за счет этого плеча наверно вывернула так ctrl z найдем сейчас маску вот она маска ставим радиус поменьше и вот эту часть вот так как-то маскируем делаем control и и попробуем немножко тянучкой вот этой все это дело вытянуть вот так пониже поставите и можно как бы еще подвести вот так вот как теперь маска это снимается кто бы подсказал ну ладно всего сотрем тогда вот так 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 что тут у нас теперь ему можно сделать именно кепку так и вот эту руку эту можно шифтом чуть-чуть выгладить о чтоб она была помягче вот таким вот образом так заднюю часть что тут у нас китель немножко можно подать вот сюда в бок эту часть немножко вытянуть и вот эту складку смягчить и чуть-чуть ее вот как был так подровнять вот так так что тут с грудью так вот как-то и вот это плечо еще в бок и вот эту складку нужно поприбрать вот так как мы немножко развивание добавить штанам как бы вот сюда в боках увести эту часть чуть-чуть можно так подкорректировать ну вот что-то в таком духе получается приблизительно опять же я не смотрел как он стоит ну как картинки видел не запомнил не придал значение так ну давайте теперь мы добавим материал бетона так заходим теперь в обжигнут находим материал сделаем UV editor сделаем новую развертку так и сделаем smart UV project поставим расстояние между развертками 003 окей выбираем развертку английская вот так все развернулась материала я вот сейчас будем материал добавлять итак находим теперь этот base color находим image текстур и подгружаем сюда скаченную именно вами вот эту вот текстуру бетона давайте любую подгрузим и переключимся вот на этот рендер вид вот так слишком вот такая штука нехорошая заходим UV editor так сначала наверно в анимацию не давайте в шейтинге так вот так и что тут у нас можно сделать вот так да и делаем с побольше вот так вот развертку прибавляем ну вот обжигнут писать вот так я идёт Попробуем теперь опять же Edit Mode, Object Mode, UV Editor и развернём развертку вот так вот. И сделаем её ещё больше. Вот теперь она симпатично выглядит. Бетонный ленин. Добавляем постамент, можно кстати его ещё раскрасить в текстуры Paint, ролики есть как да что, короче с ним можно делать и под металл его можно сделать. Так, свет камеры, давайте выставим свет, поставим солнце, поставим 4000, тройка на нампаде. Р, перевернём солнце, уйдёт в зенит, семёрка, так давайте семёрка и вот в эту сторону его. И G немножко вот так в бок поставим, во. Ну, чем вам не Владимир Ильич? Ну, вот такой эксперимент. Можно его, конечно, ещё дальше долепить, добавить больше каких-то текстур в окружении. Ну, в принципе, рабочая модель нормально. Можно и две кепки в руку ему вложить, и на голову кепку одеть. Вот такая штука. Всё, всем пока, до свидания.